Черритория одного из барнаульских заводов Сума в самом центре краевой столицы Сюда они перебрались после двух месяцев простоя Прошло два года и Сума попросили на выход Сейчас люди с луками в руках вновь на улице Тренируются кто где может Сейчас пока, к сожалению, стреляю в гаражном буксе Можно так сказать Это где? Ну это в районе... Ну то есть цех есть в цеху, место разгреб немножко И там стреляют В подсобном помещении одного из барнаульских заводов Тренируются лишь профессионалы Во многом благодаря тому, что часть руководителей предприятия Сами занимается стрельбой из лука В стесненных условиях стрелять одномоментно могут только подвое Львиная доля желающих из 190 представителей федерации В нынешних условиях просто отсеивается Хотя в последние годы в этот спорт активно шли люди Если честно, мы с каждым днем теряем спортсменов Мы с каждым днем теряем сноровку Если в ближайшее время не улучшится То самое плохое, что произойдет Это самороспуск федерации стрельбы из лука Алтайского края Это самое критичное, самое плохое, что произойдет Здесь неудобно, потому что только два человека Я люблю, когда много человек Это чуть-чуть меня успокаивает И получается, мне больше здесь ничего не мешает Мало места, очень мало места И до сюда очень тяжело добираться Только вот с отцом есть сюда ехать Одна из главных проблем к подбору нового помещения Требования Стрельба из лука Спорт опасный, поэтому высота потолков Должна быть не меньше 3,5 метров А минимальная площадь 10 на 20 В имеющихся и подходящих по параметрам спортивных объектах Барнаула большая загрузка Объясняют в Министерстве спорта И новое помещение ищут среди тех, что находятся в собственности края Или на условиях аренды При этом ведомцы подчеркивают, что поддерживают федерацию Обращаем ваше внимание, что в 2021 году При возникновении коммунальной аварии в помещении федерации Минспорт выделил на ликвидацию последствий дополнительно 402 тысячи рублей То есть по итогу бюджет составил почти 600 тысяч рублей Однако в среднем за год федерация получает меньшую сумму И ее точно не хватит для аренды и решения других вопросов Очень печально о том, что такой доступный олимпийский вид спорта Финансируется у нас по остаточному принципу Мы получаем на год 150 тысяч рублей Полученики даже нашли подходящую открытую площадку Заброшенное футбольное поле на Эмилии Алексеевой 73 И готовы построить там свой центр По словам Алексея, городской комитет по земельным ресурсам Предлагает федерации купить этот участок через аукцион Правда для этого нужно больше 30 миллионов рублей Мне другие виды спорта не подходят Вот это спокойный вид спорта Мне он нравится Я у него посвятил очень много времени Я кандидат мастера спорта Несмотря на звание, все в одной лодке Тренировки и соревнования не проводятся с 1 июня Спортсмены либо сами находят места для стрельбы Либо уходят из спорта И возможно 10 лет федерации в следующем году праздновать будет некому Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов День Сталка